Дом номер 47 Нагофурова Не менее огромные глыбы бойцы коммунальных служб сбили. Их обломки до сих пор лежат под окнами первого этажа. Сбить все не получилось. По мнению коммунальщиков, это вина хозяев баллов. Балконы на первом и последнем этажах застеклены неправильно. Поэтому при сбивании сосулек можно повредить хозяйское добро. Жители дома правых и виноватых не ищут. Их просто пугает возможное падение льда. С пятого этажа по первой. Прямо огромные-огромные глыбы. Здесь ходить невозможно. На дороге постоянная машина. Как жить жильцам? Непонятно. Вот сколько живем и каждый год, каждый год у нас вот такая история. Как вот этот дом построили, так вот и есть. Почему? Тут что-то, видимо, неправильно сделали. И именно вот эти два подъезда. Те подъезда нет. А вот эти вот два. Вот ходим всегда мимо этого дома. Вообще поражаемся, что это такое. Как показывает практика, жителям при возникновении сосулек или наледи необходимо звонить управляющую компанию. И не тогда, когда сосульки уже весят тоннами, а когда на крыше еще лежит снег. Ведь если его вовремя почистить, то и сосулек не будет. Тем более плата за это включена в статью обслуживания дома. Четкие нормативы, когда именно коммунальщики должны вычистить крышу, с законом, к сожалению, не оговариваются. Тем не менее, по требованию жильцов ответственные коммунальщики сделать это обязаны. В постановлении гостроя сказано. Управляющая компания, у которой в ведении много домов, естественно, не всегда может вовремя заметить сугробы на крыше. Да и хочет ли замечать. Поэтому коммунальщикам нужно звонить, просить, требовать. Если компания не отозвалась, тогда жалобу на УК примут в контролирующем органе. Например, в контакт-центре и подвергнут санкциям. Однако нужно осознавать, что штраф, наложенный контролерами на компанию, она возьмет из денег, которые платят жильцы. Обслуживание дома, пусть и на время, но ухудшится. Как раз для того, чтобы делать все вовремя и понимать, когда нужно попросить, когда потребовать, а когда пожаловаться, существует совет дома и председатель совета дома. Жаль, что на Гафурово 47 руководство дома устранилось от проблемы. По дороге в редакцию мы обратили внимание на то, что дома по проспекту Нариманово тоже нуждаются в заботе жителей и коммунальщиков. От первого и до сорок седьмого дома каждая крыша – источник ледяной опасности, а каждый двор – снежное месиво. Хочется обратиться к жителям. Неужели вам это не мешает? Звоните, обращайтесь. И помните, если коммунальщики не отзовутся, то власти и средства массовой информации всегда готовы вам помочь. Павел Половов, Александр Кудряшов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.